Здравствуйте любители сербской провинции! В этом видео я расскажу о месте, где я останавливался на пару дней в моем кратком путешествии по части Восточной Сербии. Это не реклама и мне вообще не свойственно останавливаться в подобных местах. Планируя поездки я обычно останавливаюсь у родственников, знакомых или их друзей, но почти всегда по рекомендации. На крайний случай бронирую стан на дан, как говорят в Сербии, квартиру на один день. Так как в путешествиях и редких командировках я в первую очередь ищу что-то новое и стараюсь выхватить что-то важное и основополагающее в обыденной жизни незнакомых мне людей. Мне необходимо место, где бы я мог побыть наедине. Поэтому различные отели и подобные комплексы я не посещаю. В этом у меня мало опыта и все это меня живо интересовало. Пока я вам рассказываю, вы можете увидеть, как выглядит этноотель Балашевич, место, где я провел два дня. Сразу скажу, что в данном случае необходимо сделать поправку на не сезон. Конец декабря, снега нет, листов тоже, постояльцев почти нет, площадки, открытые террасы, какие-то работы и иногда звук инструментов, все это конечно не в пользу описания этого места. Поэтому я не был строг. Что меня привлекло в этом месте? Близость к горе Ртань, наличие сауны и бассейна в комплексе, ну и интернет и парковка, это вроде как само собой разумеется. Итак, самое основное, что меня привлекло, это целостность впечатления от комплекса. Весь комплекс как одно целое. Городок, в котором есть где отдохнуть и взрослым и детям. Горки, лужайки, открытые террасы, несколько ресторанных залов, наверное, это самое важное впечатление. Целостность. Конечно видно, что постепенно накапливаются мелкие ремонтные работы, которые не стоит откладывать. Кто знает, когда их количество перейдет в качество и станет характеристикой целого комплекса. Наличие сауны порадовало такого невзыскательного, 6 лет не парившегося клиента, как я. Все очень просто. Но вот несколько торчащих из деревянной обшивки на стене скоб абсолютно неприемлемо. Видимо, на том месте был термометр или другой прибор, который сняли, а скобы остались. Это очень расстроило. Место, где человек не защищен одеждой, должно быть абсолютно безопасным. Бассейн порадовал. В самом деле, можно и поплавать, можно и просто поплюхаться детям. Снять я видео не успел, в первый вечер отдыхал, а во второй начались ремонтные работы. Что ж поделать. На территории есть церковь, ктиторами, которые, видимо, являются владельцами этого комплекса. Мне было совсем необычно, взявшись за ручку церковных дверей, увидеть, что она не заперта. До сих пор не могу привыкнуть к этой по-хорошему сербской простоте. В оплату проживания был включен завтрак. Я был абсолютно доволен их фирменным блюдом, гибаница с сыром. Ну, что-то вроде слоеного пирога с творогом. Порция огромная и абсолютно достаточная для моих поездок. Обедал я в городке Болевоц, совсем близко, в двух минутах езды на машине. Что могу сказать, подводя черту под описанием этого места. В моей поездке это место было в самый раз. Спокойно, мирно, без эстетики хай-тека, что для меня очень важно. Вечером отдых в сауне или бассейне. Поэтому я не пожалел, что его посетил. И надеюсь, что вы не пожалели, потратив время и прослушав мои впечатления об этом месте. Всего хорошего.